Да, Лен, здрасте. Что такое МАК? МАК – это метафорические карты. Я понял. Тогда напишите, гадаю на картах, чтобы было понятно. МАК думает, что все вы совершили литературную ошибку, да? Вот так люди мыслят обычно. Это метафорические ассоциативные карты. Это просто не гадание. Это понятно, да. Но для обывателя, вы должны же понимать, у вас какая-то в когорта может увидеть профессионалов, а какая-то – любители. Вот любители поймут, что это за МАК еще и с ошибкой. Ну да, вы правы. Так что имейте это в виду. Все должно быть просто написано, доступно и по делу. И тогда человек четко определяет, зачем ему вам что-то писать, к вам обращаться. Если вы хотите с клиентами побольше работать, то они должны видеть, с чем вы можете им помочь. Итак, Ален, есть какие-то вопросы к вам? Да, у меня есть запрос. Были ли у меня списки в Инсте? В списке – да. Отлично. Давно? С октября 21-го. Отлично. Ну, давайте тогда пообщаемся. В чем вопрос? У меня запрос по поводу месячных. У меня месячные идут очень странным образом. То есть они… У меня короткий цикл, вообще с самого начала, как месячные пошли, короткий цикл. То есть в среднем где-то был 21 день. И периодически бывали какие-то там сбои. То есть мне единственное, что врачи могли посоветовать, это препараты гормональные. То есть никаких проблем не находили, до сих пор не находят. То есть сейчас я тоже обследовалась, и дело сдавала гормональные, сдавала все. То есть проблем никаких врачи не находят. Но у меня цикл скачет, может быть, 26, может быть, 18 дней. Дней, может быть, ну, в общем, какие-то странные. Я даже вообще сейчас не могу понять, сколько мне там считать дней, когда у меня цикл начнется. Вот. И, ну, то есть, как я уже сказала, проблем врачи никаких не находят. И никаких не воспалительных, не гормональных, никаких. Единственное, что они мне могут посоветовать, это опять-таки гормональные препараты, которые, ну, собственно, восстанавливают цикл. Так, Алёна, сколько вам лет сейчас полных? Мне 39. Дети есть? Да, двое. Какого возраста? Сыну 15 и дочке 8. Так, ну вот так себя цикл ведет. И что в этом плохого? Ну, беда в том, что я, во-первых, никогда не могу знать, когда у меня начнутся месячные. То есть я как бы не могу, ну, прогнозировать, скажем так, это. Это бывает неприятно. Это раз. А во-вторых, бывает такое, что, допустим, перед месячными еще немножко мажет. То есть это тоже такой дискомфорт доставляет. То есть непонятно вроде бы как. Месячных еще нет, но оно как бы мажет. И неприятно. Вот. И, ну, сам факт того, что вот он скачет, это, ну, по идее же какие-то проблемы тогда, если... Ну, нет. Не обязательно. У нас доктор рассказал, гинеколог, что проблем-то нет. Ну, да. То есть на теле, ну, как бы на уровне тела, наверное, проблем нет. Но если вот он такой, ну, как бы, как кажется всем людям, да, ну, в том числе и мне, что это как бы нехорошо и неправильно. То есть, как бы, ну, цикл должен хотя бы там ориентировочно как-то быть примерно. Мне так не кажется, да. Мне вот вопрос, который сразу рождается внутри, да. Вы любите непредсказуемость? Ну, не очень. Я сейчас, на самом деле, очень работаю над этим как раз в том смысле, чтобы прорабатывать вот эти вещи непредсказуемости, чтобы немножко проще к этому относиться. То есть раньше мне вообще очень тяжело было с этим. Я переживала, если там что-то вдруг срывается какие-то там, допустим, какая-то поездка или еще что-то. Ну, да, было такое. Ну, вот проблема в этом, потому что жизнь-то спонтанная, и тем более у людей, ищущих таких, как вы, да, оно может творчески разворачиваться не так, как ваш ум рисует, исходя из старого опыта. И нужно учиться доверять потоку и расслабляться по этому поводу. И вот тогда вы обретаетесь в состоянии, которое вам необходимо для того, чтобы быть абсолютно счастливой. И вы на самом деле такая. Ну, почему-то не позволяете себе в полной мере насладиться таким восприятием себя, своей энергией и той жизнью, в которой вы проживаете. Ну, вот, да, то есть у меня там иногда возникают тоже проблемы как раз-таки в половых отношениях с мужем, потому что когда вот я, ну, не понимаю, да, что там у меня когда будут месячные там или еще что-то, может быть, это связано чисто тоже вот с каким-то моим таким отношением, да, ну, то есть я бывает, что я там расслабиться не могу, там еще что-то, такие вот моменты, я думаю, что меня это немножко как-то сковывает. А вы должны довериться пространству, да, и если вам суждено забеременеть, то не надо спорить с этим случаем. Это касается только этого аспекта. А во всех остальных надо действовать точно так же, полагаться на свое сердце, знать и чувствовать, что с вами ничего плохого не произойдет, но та присущая спонтанность и креативность, которая у вас, безусловно, есть, дать ей ход. Потому что вы себя зажимаете, вы пытаетесь все рационализировать, все разложить по полочкам, а это делать не нужно как раз в вашем случае. Непредсказуемость и спонтанность – это огромный источник энергии, творческой активности, которая людям, помогающим другим, крайне очень хороший навык. Если вы себе его дальше будете развивать и доверитесь ему, то тогда у вас очень интересная творческая работа пойдет. Ну, я работаю как раз с этим, да. У меня когда в период пандемии, меня очень сильно на эту тему как раз бабахнуло, и я стала разворачиваться, ну, как бы к себе, да, и пытаться разобраться, то, что происходит, и поняла, что, да, что меня очень сильно бомбит из-за того, что я вот все планирую, и все мне вот нужно, чтобы по полочкам вы правильно сказали. Не, ну, скажем так, намереваться надо, там, в такое-то время проснуться, потом что-то сделать, там, с кем-то встретиться, куда-то полететь и так далее. Это намерение. Но вы, как никто другой, должен осознавать и ощущать, что спонтанность, непредсказуемость и творчество – это тот конек, который вам присущ, и если вы ему доверяете, то тогда вы начинаете кайфовать от жизни просто так и без всякой причины. Вот лично вы, потому что у вас энергия такая. А вы пытаетесь ее рационализировать, уложить по полкам. И вам хреново в этих полках. Понимаете? Вы просаживаете себя, и вы начинаете раздражаться. И вот на вашей энергетике это очень видно хорошо. Это очень хорошо ощущается. А вам, наоборот, эту спонтанность нужно развивать. Там, через танцы, через телесные практики. То есть, давайте, там, уход непредсказуемости. И это тогда, ну, как сказать, будет настолько создавать поток кайфа. Понимаете? И все станет на свои места. Ну, то есть, это настолько связано с женским здоровьем, что вот такая, ну, казалось бы, банальная вещь, она вот настолько может влиять? Да, конечно. Но эмоции женские и ощущения себя в этом мире очень сильно влияют на цикл. Именно через женскую структуру. А вы способны креативить. У вас явно бывают спонтанные ведения, интуитивные. То есть, когда вы знаете раз наперед, что будет. Вот неоткуда это возникает, информация, да? Да. Но это в особом состоянии приходит. И для того, чтобы эти состояния возникали чаще и по заказу, нужно уметь входить в состояние вот этого творчества и спонтанности, в котором вы этот канал просто воспринимаете. И просто прямые знания у вас идут в этот момент. То есть, это как бы состояние хаоса, с одной стороны, непредсказуемости. А с другой стороны, четкий канал, в котором вы все понимать начинаете. Это очень интересно. Я у вас, кстати, вот сейчас на интуиции учусь. Мне прям очень все это откликается. Мне хочется развить такие, ну, свои какие-то способности, которые у меня есть. Я, правда, не очень знаю пока, какие. У вас интуиция хорошо работает, но вы эту лошадь не оседлали. Понимаете? То есть, это ваша природная энергия, вы такая. Вы просто знаете и все. Но тогда, когда находитесь в определенном состоянии. А это состояние, оно вот такое, знаете, оп, наваждение спонтанное. Вот захотелось мне съесть шоколадку, да? Что это вдруг, я не знаю. Ну, именно вот такую вот, черную, да? Вот такие мысли вам присущи. И вам иногда может показаться, что это как-то неприлично. Или вот как-то не нужно так себя вести. Вы должны знать правила. А у творческих людей должен быть немножко беспорядок в жизни, чуть-чуть. Тогда они сами собой в ладах. А когда их пытаются запихнуть куда-нибудь, в какую-то сегментацию, да? Какие-то регламенты жесткие. Им становится там некомфортно. И вам в том числе. Поэтому вам нужно создавать обязательно себе в жизни время на спонтанность. На то, чтобы вы это проявляли. Ну, то есть в танце хорошо это проявляется. В каких-то еще ритуалах, действиях. Когда вы не знаете, чем это закончится. Но вам очень интересно в этом процессе находиться. И вот в этом состоянии рождаются инсайдеры. Которые вы прям вот есть на знание. Напрямую знаете, что будет. Почему это? Вот просто понимаете и все. Без логики. И потом эти факты или идеи эти подтверждаются и находят свои реализации. Поэтому у вас такой чудный организм, в котором все в порядке на самом деле. Но это как раз проект вашей энергии. На самом деле чудный. Вот еще. И поэтому вы в какие-то стандарты не вписывайтесь. И вам не надо это делать. Не надо себя там четко, надо привести. Как у всех что-то было. Да не будет, как у всех. И мне надо это делать. Понятно. Еще тоже хотел спросить. У меня, кстати, вот к вам было несколько вопросов. Еще один, может быть, он тоже как-то связан с этим. По поводу того, что много лет у меня уже болит спина. Болят мышцы спины, которые вот сзади к лопаткам уходят. То есть вдоль позвоночника, вдоль шеи и лопатки. И я уже много лет занималась тоже йогой и ходила на массажи, делала различные практики. То есть помогает только на какое-то короткое время, а потом все снова начинает. То есть периодически бывает так вообще, что мышцы превращаются как в камень. И очень сильно из-за этого болит все. И из-за этого, соответственно, у меня уже и плохая осанка. Потому что постоянно это все сжимает и как бы скручивает. Сейчас сжимает? Прямо сейчас нет. Когда был последний раз? Последний раз. Ну вот несколько дней назад. То есть оно уходит примерно под лопатку вот эти мышцы. И это такая очень... Слева? Так, ну вот сейчас войдите в эту боль. К телу. Вот оно у меня болит. И вы спросите, что ты родное тело мне хочешь сказать? О чем поверить? Ну прям послушайте его. О чем ты мне хочешь рассказать? И в ответ начнут какие-то мысли возникать. Вы куда-то перенесетесь. В то место, где... В то файловое фтохранилище, где совершен ответ на этот вопрос. О чем говорит тело? В ту ситуацию, когда... Вот у меня всегда в таких случаях переносит ситуацию детства, когда я маленькая. То есть я не могу понять, что это за конкретная ситуация, но я маленькая, и как будто бы что-то происходит. То ли родители ругались друг с другом, то ли они ругались на меня. В общем, несложно понять, но в общем, вот у меня ощущение страха, и вот да, и хочется вот так вот зажаться, закрыться руками. И вот все время меня куда-то вот в ту ситуацию переносит. Я уже несколько раз пробовала сама это проработать. Ну, я там, и родители ругаются. И какое решение я там принимаю, после чего у меня спина начинает болеть много лет? Что я там воспринимаю? Что я там, какое решение принимаю? Ну, что как будто я, ну, как бы слабая, маленькая, и вот как будто нет защиты, ну, потому что самые родные там вот люди, да, родители, они там... Ну, ругаются, да. Сколько вам лет? Ругаются? Ну, вот мне кажется, что это в районе двух лет, наверное. Двух лет. Я еще раньше, да, вот туда прям идите, вам один день уже в животе у мамы. Где там? Как ощущения там? Как будто хочется вот где-то вот двигаться, бегать, что-то вот какое-то суетное очень ощущение. Вам один день уже в животе у мамы, и в этот момент представьте, что приходит Бог и говорит. Дорогая Лена, если в твоей жизни повозится так, что твои родители будут ругаться, и ты это будешь чувствовать, и будешь чувствовать себя в этот момент ранимой и незащищенной, и эти взрослые люди будут тебя пугать своим поведением, то это для того, чтобы в этот момент ты себя почувствовал абсолютно гармоничной, самодостаточной, уверенной и под защитой высших сил. Это для того, чтобы вот это ощущение гармонии и защищенности стало бы управлять твоей самооценкой, твоим восприятием самой себя в этом мире, доставляя тебе ощущение гордости, радости, спонтанности и ощущение огромного кайфа от жизни просто так и без всякой причины. Как стыня? Сейчас легко. Теперь вспомните себя там последний раз, когда болела, тот день. Как сейчас там спина себя чувствует в той ситуации? Ну, как будто хочется вот так расправиться, плечи расправить. Но они как-то вот, что-то мешает, как будто бы тянет, не дает расправить плечи. Побудьте еще в той ситуации. Боль там есть? Ну, боли почти нет, но есть ощущение, что вот тянет. Стягивает. Ну, отдайтесь этому стягиванию, дайте ему свободу. И понаблюдайте за ним. Что с ним дальше происходит. Сейчас пришло тепло такое, причем тепло вот сюда в грудь. Не в плечи, а в грудь сюда. Как будто немножко вот перестает тянуть потихонечку. Ну да, она прорабатывается просто. Время надо дать. Потому что в моменте острую боль отпускает обычно. А вот эти вот заархивированные переживания глубоко. Нужно, чтобы тело перенастроилось. Подоблюдать просто за ним и все. Ну, сейчас вроде меньше тянет. Окей. Теперь фокусируйте свое внимание просто всегда, да, на чувстве защищенности, гармонии, непредсказуемости, наслаждения жизни. Вот там концентрируйтесь. И тогда вот этот центр сердечный будет сильнее раскрываться. И вы полностью трансформируете эту старую привычку защищаться от мира. И вам будет просто хорошо. Супер. Спасибо большое. Павел, остались вопросы еще, Алена? Ну, да, я хотела спросить, как все по предназначению спрашивают. Хотелось бы узнать, правильно ли я пошла вот этим путем. То есть я сама, так же, как вы говорите, интуитивно нащупала вот эту дорожку, куда мне идти. Пошла в гвоздь достояния. Да, сейчас вот изучаю тоже медитации. Вот у вас на курсе интуиция. То есть я вот иду в эту сторону. То есть я хочу помогать людям. Ну, и с помощью гвоздь достояния в основном. Вот. И, ну, то есть хочется удостовериться, правильно ли я иду. И, как бы, получится ли. Потому что сейчас пока что у меня не очень хорошо получается. Не очень хорошо получается что? Ну, у меня просто нет клиентов. То есть, как бы, я обучилась. Я дальше сейчас прохожу, ну, другие различные обучения. Но, как бы, клиенты ко мне не идут. Да, то есть, ну, просто люди идут. Ален, смотрите. Во-первых, чтобы клиенты пошли, они должны о вас узнать. Когда у вас написано МАК через КЭДА, это понимаете только вы. Это раз. То есть надо аббревиатуру на своих никах, там, в соцсетях просто поменять. Раз. Второе. Надо накапливать дальше опыт, профессиональный опыт. И на одних гвоздях все не решается. Вы же понимаете. Хороший метод такой экспресс-терапии для человека, когда запрос можно проработать. Но для людей важны еще стратегии. Не здесь сейчас, что я понимаю, у меня там болит, я пошел постою. И, кстати, не каждый человек решается на гости встать. Надо тоже понимать. А кому-то это, может быть, даже противопоказано, если у него болезни ног какие-то есть, или там с кожным проблемой на подошву. Он встать не сможет, да, потому что это приведет к ранее. Этим вариантом надо тоже понимать. Вот. Это первый момент. Второй момент. Нужно развивать вот эту свою спонтанность, которая вам присуща. Тогда вы начнете видеть больше, ценить себя, соответственно, тоже больше. И проявляя активность в показывании своих навыков знакомым, в соцсетях вы что-то пишете, и у вас начнут появляться клиенты. То есть это вопрос про состоятельность опыта и про открытость. Вот два параметра, которые должны совпасть. А обрекать эти движения, ну, это проявление можно, говорю, в разных форматах. Рекомендую, кстати, к нам прийти в институт учиться. Тогда это свойство умения себя презентовать. Я вам прокачаю, и у нас все обучение на этом строится тоже. Ну, я, кстати, прошла у вас вот модуль по психотоматике онлайн, правда. Потому что не получается приехать. Очень бы хотелось, с удовольствием бы к вам приехала. Но пока что, к сожалению, из-за границы никак. Ну, за какой из-за границы вы живете? Германии. В Германии? В общем, никак. Через Турцию очень легко проехать. Ну, может быть, да. То есть это надо будет просто с этим разобраться. Сегодня, вот я читал, до второго потока. Один в десять часов летит. Каждый выходной летает человек с Дальнего Востока. Кто-то сейчас из Молдавии или Румынии прорывается на следующий модуль. Понимаете? То есть, если есть мотивация, хоть из Бразилии можно летать в Россию для обучения. Тем более, если у вас, не знаю, русское гражданство-то осталось, наверное, да? Да, да. Да, но у вас там бить на жизнь, если в Германии. Потому что если немцы, если ты получаешь немецкое гражданство, отнимают все с любой другой. Как в Америке. Ой, не в Америке, а в общем, сдаешь все остальное. Вот. Поэтому, собственно, дороги-то открыты. Годовы намерения. Будем этим заниматься. Вот. Ну, коль вы в Германии, то надо находить сообщество, да, людей, которые, ну, готовы употреблять знания, чаты, форумы наверняка там есть. В каком городе в Германии? Мюнхен. Мюнхен. Замечательный баварский городишко. Милый, комфортный. Южные люди, они более эмоциональные, чем в северной, которые в Германии живут. Поэтому через русские паблики там можно о себе рассказывать или показывать, что вы там с метафорическими картами делаете. Или Таро еще изучить. И тогда вообще будет класс. Я, кстати, планирую в Телеграме сделать следующий эфир в четверг как раз по Таро. Я нашего преподавателя по психосоматике Таро приглашу Наташу, потому что скоро ее модуль будет, через пару недель стартует. И все, кто мечтает попасть, да, собственно, я ее презентую, расскажу, потому что в Телеграме сейчас удобнее в плане того, что Инстаграм у нее в Крыму вообще не работает, а вот Телеграм работает. И мы в прямом эфире поработаем с картами, и она покажет, как что можно смотреть. Вот будет анонс. И вам, человеку, владеющему метафорическими картами, это тоже будет очень полезно. Изучить Таро, и тогда одно соединяется с другим, и вы получите шедевральные инструменты по постижению тайного смысла происходящих у людей событий. И можете заниматься прогнозированием. С вашей интуицией и освоением вот этой спонтанности у вас это будет очень классно получаться. Ну да, мне это тоже интересно. Люди, понимаете, знаете, вот, особенно в это время сейчас, да, они же чего боятся? Неопределенности в будущем. Они начинают на эту неопределенность накладывать страхи, и эти страхи начинают их тормозить, пугать, и у людей возникает вот это ощущение паники, ужаса, тревоги, и это блокирует всякое здравое мышление. Люди за малым исключением не чувствуют себя хозяином собственной судьбы. Для них их политику жизненную определяет Путин, правительство, партия, или еще кто-то, да, или там какое-то государство. Понимаете, да, вот это чувство хозяина отсутствует. И вот ваша энергия спонтанная, она может быть мостиком, которое вдруг креативную информацию вносит в поле человека, и вы начинаете это легко ему передавать, и он начинает не думать как жертва, и не воспринимать себя как жертва, а видеть альтернативные пути движения их мыслей и альтернативные варианты будущего. Ну просто, когда вы напрямую это будете знать, а как раз карты Таро в этом могут очень сильно помочь, будет так или такая тенденция, и вот там прям чувствовать это будете, вы эти чувства будете людям передавать. А это будет рождать у них уверенность и понимание, что делать. Вот это, Ален, какой инструмент. Тогда как гвоздистояние – это просто инструмент для проработки эмоциональных блоков. А вам бы вот больше не сколько блоки сейчас прорабатывать, а именно моделировать будущее людям путем его прогнозирования. Создание того, да, вот расчет того, что может быть. И вот Таро туда дают как инструмент. А остальные моменты в виде психотерапевтических техник или гвоздистояния – это просто дополнительные инструменты для того, чтобы человек двигался к своим целям. Но иногда он просто их не знает. Или он видит то, что на самом деле не существует, и он это может создать, проблемы себе, если он в них в этот момент верит. Потому что он боится будущего из-за симптомов неопределенности. А вы в непределенности себя чувствуете волшебным образом. Получая от этого огромное удовольствие. Понимаете, о чем мы говорили? Да, да, конечно. Вот, поэтому учтите это, возьмите это на вооружение. Вот хотя бы сейчас, пока не планируете там в России оказаться, и это то, что у вас там вся политическая ситуация пугает. Ну, хотя бы второе, оно все равно в онлайне будет. Пройдите, добавите в свой инструментарий, и уже будет еще интереснее жить. Понятно. Ну, вообще, то есть направление правильное, я так понимаю, да? Абсолютно. Саморазвитие в плане вот своей креативности, творчества и интуитивных возможностей. в помощи людям моделировать реальность творчески. Прямо про вашу. Поэтому любые дальнейшие там развития, и не только... Ну, потому что психосоматика больше это как бы про исцеление, да, про лечение людей. Вот. А именно еще от спектра я бы на вашем месте рассмотрел всяких арт-методик, посвященных художеству, да, когда вы в танец или в рисование человека погружаете, и он отдается этому процессу, и что-то такое необычное в этот момент происходит, что создает у человека ощущение естественной детской радости. Вот вы это можете делать через различные психологические инструменты, и вам само это точно будет нравиться. И вот карты Таро – это еще один инструмент, который это дает. Ну, он направлен на прогнозирование будущего и одновременно моделирование, что вы моделируете эти события, что они такие. Понятно. Ну, так, Алю, все рассказал, да? Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...